Таблица Владимирская торпеда принимает лидера чемпионата России по футболу второй лиги зоны Запад, клуб Волга-Тверь. Команда на сегодня лидер чемпионата России по футболу среди команд второго дивизиона западной зоны. Владимирские футболисты после пяти матчей первенства занимали девятое место в турнирной таблице. Подробности сегодняшнего матча в репортаже Сергея Щедрина. Оборонительная линия торпеды наконец-то приобрела желанный вид. Александр Акимов опять в строю и сегодня в стартовом составе не нашлось места Бучневу. Сразу было видно, на лидера сезона команда настраивалась очень серьезно. Везьмикин даже поменял бутсы. Волга-Тверь оказалась первой командой, которая в сезоне 2006 приехала во Владимир со своей группой поддержки. А вот многие болельщики черно-белых на игру попасть не смогли. Проезд на машинах к стадиону был категорически запрещен. Первый опасный момент в игре на шестой минуте создал Дмитрий Везьмикин. Обыграв сразу нескольких защитников, он зрячо пробил повороты метров с 18. Но капитану торпеды чуть-чуть не хватило точности. Через три минуты ответ гостей. Опасный удар головой Дмитрия Белова проходит рядом со штангой. На 13-й минуте еще один удар поворотом хозяев. Вячеслав Крыканов без труда забирает мяч. Везьмикин отвечает дальним ударом с лета. На 18-й минуте гости создают стопроцентный голевой момент. Провал на левом фланге обороны и Белов наносит удар метров с 7. Вячеслав Крыканов на высоте. Подопечные Стогова вроде бы владеют инициативой, но опасных моментов у ворот Твери нет. Торпедовцы явно осторожничают. Боязнь допустить ошибку приводит к тому, что передачи идут в основном поперек поля. Осторожность хозяев полностью исчезла только за 5 минут до конца тайма. На 42-й минуте любимец публики Алан Балоев создает мини-шедевр. Обыграв двух защитников в штрафной, он наносит красивый обводящий удар в дальний угол ворот. Торпеда выходит вперед 1-0. На последней минуте тайма Балоев получает еще один шанс отличиться после фланговой передачи Смирнова. Но на этот раз удача на стороне гостей. Второй тайм начинается с шедевра в исполнении Игоря Менщикова. Везьмитин красивым пасом начинает атаку на правом фланге. Смирнов делает передачу в центр штрафной. Менщиков в падении в борьбе с защитником делает счет 2-0. На 56-й минуте начинается дождь, который постепенно переходит в ливень. На 65-й минуте Смирнов вспомнил, как он выводил на удар Менщикова. На этот раз поворотом бьет Малышев, но удар у него явно не получается. Через 10 минут Дмитрий Везьмитин выходит на рандеву с тремя защитниками Волги. Но его порыв никто не поддержал. За 12 минут до конца игры гости ярко напомнили, кто в этом году лидер сезона. Евгений Фальковский точным ударом замкнул прострел с правого фланга. 2-1. Уже на третьей добавленной минуте шанс поставить красивую точку в матче был у Валерия Малышева. Но сегодня для победы хватило и двух голов. Я думаю, оценка игры на трибунах было видно, да, какая игра. По-моему, болельщикам понравилось, а это главное. Ну, Торпеда мы знаем, это квалифиций хорошей командой, да. Просто единственное, что хотелось, конечно, сыграть с такой командой, такого класса, хотелось сыграть в боевом составе, чего мы не могли ввиду травм. Ну, пять человек у нас, как бы, состава не участвовало. Нам глупо было играть в открытый футбол в Твери, потому что, знаю, там быстрые игроки, и они, я так понимаю, на кубок не играли, да. Вот, они у них были, было больше времени для подготовки, и, в общем-то, весь... Вся тактика заключалась в том, что все-таки же забить быстрый гол и потом играть на контрахатах. Ну, в общем-то, я доволен игрой, результатом и отношением делал ребят.